Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы, как всегда, на канале «Анекдоты от А до Я». Знаете, говорят, два чувства спасают нас в жизни. Это любовь и чувство юмора. И если у вас есть хотя бы одно из двух, вы счастливый человек. А если у вас есть оба, то вы просто непобедимы. Ну, с любовью разбирайтесь сами, а с чувством юмора мы вам поможем. Если вы, конечно, подписаны. Ведь мы начинаем. В суде, объясните, почему вы хотите развестись со своим супругом? Он слишком назойливый. В смысле? Знаете, Ваша честь, я его уже неоднократно ловлю на нашей соседке, на Зойке. К раввину синагогу приходит Фима и жалуется на жизнь. Раввин его выслушал и говорит, Фима, пойми, человек должен находить возможности жить честно. Я вас понимаю, ребят, но у меня нет такой возможности. Друзья, каждый раз, считая ваши комментарии, которые вы оставляете под нашим видео, мы просто любуемся. И вы знаете, мы подумали, что ваши комментарии все-таки заслуживают на какой-то приз. Мы решили, что этот приз должен быть не какой-то, а самый лучший. Поэтому за лучший ваш комментарий в конце каждого месяца вас будет ждать приз от нас, от Валерия Астахова и Владимира Ямненко. А мы продолжаем. Галя приходит домой, а Коля смотрит телевизор. Она говорит, добрый вечер, Коля. Она говорит, привет. Говорит, Коля, у меня для тебя радостная новость. Говорит, я каю. Говорит, ты не зря платил страховку за машину. Говорит, папа, папа, а что такое секс? Понимаешь, сынок, секс это как кредит. В смысле? Ну, не каждому дают. Ну что ж, дорогие друзья, первую майку, первый приз от нас получила Татьяна Стар. Она прислала скриншот, что эта маечка уже у нее в гардеробе. Прошлого месяца тоже было очень много хороших комментариев. Но, к сожалению, для многих мы выбрали один. И вот этот приз, вот эту маечку получает Лариса Кошеленко. Поздравляем! Приз уходит победителю. Рабинович пришел на день рождения до Шлемензона. Ну, все поднимаются, говорят Додику хорошие слова, тосты. И вот очередь подошла до Рабиновича. Он поднимает, смотрит вокруг. Шлемензон смотрит на него, говорит, ну, говори, что-нибудь хорошее для меня. Ой, ой, Додик, я даже не знаю, что тебе такого пожелать, чтобы потом самому не завидовать. Привет, какие новости? Ну, какие. Жена от меня ушла. Да ты что, голодаешь? Нет, я сам себе готовлю. Нифига себе. Ты умеешь готовить? Так, а что там такого? Все же очень просто. Пар идет, значит, готовится. Пошел дым, все, готово. Роза Наумовна решила вести свой дневник. И первую фразу в дневнике она записала так. Когда я была молодая, у меня было гладкое лицо и мятая юбка. А теперь все наоборот. Жена готовит что-то на кухне, муж на диване, телевизор смотрит. Она заходит с кухни, говорит, так, дорогой, быстренько поднял жопу и сходил к соседке. У меня соль кончилась. Иди за солью. Хорошо, ушел, через полчаса приходит. Жена, ну, дала? Дала. Ну, так где соль? Какая соль? Ох, блин. Мне понравилось, как в Одессе культурно предупреждают о расстегнутой ширинке. Говорит, Фима, поправьте галстук. Ниже. Еще ниже. Еще. Опа. Ну, вот никак не пойму этих баб. Ну, вот смотри. Все женщины мечтают о 20 сантиметрах. А вот начинают задыхаться уже с 10. Идет Гольштейн, еле идет, хромает. К нему подходит Фима, говорит, господин Гольштейн, что случилось? Говорит, ой, Фима, не спрашивай. Так туфли жмут. А чего? Да я купил туфли на два размера меньше. А зачем? Говорит, ой, Фима, а не морожь мне голову. Ты знаешь мою жизнь? Ты знаешь мою жизнь? У меня жена, это такая балаболка. Она постоянно не дает выносить мне эмоции. Она не дает мне слова сказать. Она постоянно тарабанит, тарабанит. А дочка моя, это же не дочка, это проститутка, сволочь. А сын, тунеядец. Постоянно только приходит и клячит у меня деньги. И ничего не хочет делать. Ничего. Так я вам скажу. Я вот это так потихонечку прихожу домой. Снимаю туфли. И десять минут счастья. Тань, ты знаешь, мне тебя не хватает. Правда? Конечно, правда. Наверное, придется еще одну бабу завести. Раннее утро. Солнышко всходит. Поляны цветов. Красотища. Чистое небо. Лазурного цвета. Из палатки выходит поручик Ржевский. Весь в белом. Он оглянулся по сторонам. Говорит, боже мой. Какая красота кругом. Как же я раньше всего этого не замечал. Он поднял руки вверх и сказал. Боже мой. Какая красота вокруг. Мать, 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 мать. Ответило привычное эхо. Катка, че ревешь? Я мужика себе никак не могу найти. Что? Так сильно соскучилась за сексом? Соскучилась, это не то слово. Представляешь, я уже даже банан ем, стоя на коленях. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях. Ведь наши призы ждут победителя. Ну а пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok